Здарова, парни! Сегодня у нас с вами будет очередное видео про модификацию памяти на видеокартах, но сегодня будем говорить про NVIDIA. По сути, этот ролик как раз то, что я хотел изначально выпускать, но потом понял, что без соответствующей подводки тема не будет раскрыта. И прежде чем начнем, пару слов про предыдущий ролик. Хочу отметить, что я кое-какие моменты, там, нюансы упустил, хочется про них сейчас пару слов сказать. И кое-какие комментарии я уже почитал, и хочется ответить сразу и на них, чтобы люди, ну, понимали всю вот эту вот тему с апгрейдом видеопамяти. Те, кто вдруг пропустил, а такие люди тоже находятся, пропустил мимо ушей, я имею в виду, апгрейд видеопамяти на RX-карточках заключается в том, что вы меняете чипы памяти на чипы с более, ну, в два раза больше емкости, с 512 мегабайт на 1 гигабайт. Как найти эти чипы, часто спрашивали, но, ребят, вы заходите, я же вроде как это тоже упомянул, как мне казалось, на тот же TechPowerUp, и там в информации про прошивку BIOS, там есть прям целые, ну, модели, по сути, этих чипов. Просто копируете, гуглите, вот и все. Там их всего-то, Micron, Samsung и Unix, и у Unix, по-моему, только одна модель памяти, у Samsung их две, отличаются частотами, а у Micron их три. И, соответственно, вот и все, больше вы там ничего все равно не найдете, скорее всего. Второй момент, что после замены чипов вы должны выбрать соответствующую прошивку, но тоже многие начали спрашивать, то есть, что, можно от любого вендора забить прошивку? Да, от любого абсолютного вендора можно залить прошивку, единственный нюанс будет в том, что у вас могут отвалиться какие-то порты вывода изображения. Скажем, в моем случае, я забыл это упомянуть, у меня отвалился DisplayPort и один из DVI, то есть один DVI и HDMI, у меня их там всего два DVI было, работали, а DisplayPort и второй DVI не работали, потому что конфигурация вот этих портов вывода изображения в BIOS также прописана, это учитывайте. Второй аспект, про который я также забыл совершенно, если вдруг у вас карточка с шестью фазами питания и вы залили BIOS от какого-то вендора, то вы можете заметить, что у вас могут две фазы питания не работать. То есть это точно работает для сапфиров, у которых, допустим, шесть фаз питания, какой-нибудь там 580, вы залили там каким-то образом чип поменяли или еще что-то, залили от 570, у которого четыре чипа, но почему это? Четыре фазы питания, прошу прощения. И все, у вас могут быть только четыре фазы активные, то есть потому что конфигурация, опять-таки, запуска фаз питания также прописана в BIOS, это учитывайте. То, что у вас будет четыре, а не шесть, на самом деле разницы особой погоды это не сделает, но сам факт, что вы должны быть предупреждены. И еще один вопрос, да, у всей RX линейки, начиная от 470, 480, 570, 580 и 590, абсолютно идентичный текстолит, отличается только чипами и прошивками. По сути, 470, 570 и 580, 2048 SP это одна и та же карта, один и тот же чип, у них одинаковые характеристики, именно поэтому, возможно, прошивка во все стороны. Если вы прошьете, скажем, 470 в 480 или 580, у вас могут быть проблемы с артефактами, проблемы с тем, что карта просто будет висеть на B2, не будет выводить изображение и так далее. Потому что от старшей линейки, 580 и 480, чипы отбраковывают до уровня 470, 570 и 580, 2048 SP это отбраковка. То, что они там по мощности плюс-минус отличаются, на самом деле после перепрошивки они там плюс-минус все похожи. По крайней мере то, что я заметил. Поэтому с RX мы покончили, сегодня мы перейдем непосредственно к делу, а именно будем апгрейдить память на RTX 2070. Опять же, один из подписчиков меня упрекнул в том, что я упрекал некоторых видеоблогеров в том, что они делают, ну, какой-то посредственный контент, о котором все известно. Вот сегодня я хочу как раз-таки сделать то, чего пока что не делал никто, нет такой видеокарты. Если все выгорит и все получится, то в скором времени возможно, но об этом давайте, наверное, в конце поговорим. Поехали! Видеокарточка, которую мы сегодня будем мучить, уже была у меня на канале в ролике про прогревы, реболы и так далее. Там, насколько вы помните, я менял ей GPU, а сегодня мы добьем ее окончательно, заменив на ней еще и видеопамять. Если говорить про RTX 2000 линейки, то у меня сложилось мнение, что карты достаточно ненадежны. Крайне часто бывают в ремонте, причем чаще всего, разумеется, с отвалом видеопамяти. Тут ходят разные всякие байки, начиная от того, что сами по себе чипы с большим процентом брака, заканчивая тем, что припой, который используется при багомонтаже чипов видеопамяти, какой-то особенный. И со временем из-за высокой температуры, опять же, потому что GDDR6 память весьма сильно нагревается, он начинает неким образом, скажем так, деградироваться. Не надо употреблять это слово ко мне, просто я высказываю, опять же, теорию, которая гуляет в сети. Наша задача сейчас все 8 чипов видеопамяти снести нафиг, подготовить посадочную площадку. И самое интересное, что сегодня мы будем рассматривать, это видеопамять, потому что найти ее, как оказалось, достаточно непросто. Изначально на карточке стояло 8 гигабайт микроновской памяти, мы будем ставить 16 гигов самсунговской. Поискать память пришлось достаточно долго, только где-то 6-й продавец на Алиэкспрессе сказал, что у него такая память есть в наличии. Обошелся комплект из 8 чипов в 15 тысяч рублей, учитывая доставку, поэтому думайте, стоит этот апгрейд того или не стоит. Вообще, что меня побудило на подобную переделку? Не так давно была утечка схемы на RTX 2080, и один из моих подписчиков сообщил, что нашел там информацию про объемы видеопамяти. Если мы просто здесь вобьем Samsung, соответственно, то видим, что на 25-й страничке схемы здесь вся информация про конфигурации. После того, как я это увидел, я понял, что, скорее всего, Nvidia планировала выпуск, видимо, 16-ти гиговых версий, но по какой-то причине, возможно, из-за неудачи со стороны AMD, они решили, что и 8-ми гиговок хватит. Здесь мы видим, что на рынок планировалось также выпустить 8-ми гиговую карту с Unix, но, видимо, у Unix что-то не заладилось, и они оставили здесь как раз-таки два вида страпов под 16 гигов. Как я потом подумал, скорее всего, их здесь две штуки самсунговские, потому что Samsung выпускал два вида памяти, HC14 и HC16. Отличались они, соответственно, скоростью, ну, частотой, на которой они работали. Путем осмотра разных видеокарт с 8-ми гигами Samsung и 8-ми гигами Micron я заметил, что рядом с микросхемой BIOS у них действительно отличие только в одном резисторе, по сути. А здесь у Micron он стоит в единице, у Samsung же он стоит в нуле. Путем нехитрых манипуляций также было выяснено, что, значит, мне нужно будет всего лишь навсего, так как у меня Micron, вот этот резистор передвинуть в ноль, а эти два, которые сейчас в нуле находятся, наоборот, передвинуть в единицу. И, по сути, все должно заработать. Ну, а теперь непосредственно про наши страпы. Находятся они, как я и говорил, рядом с микросхемой BIOS. Верхняя часть — это наш логический ноль, нижняя — это логическая единица. Поэтому наша задача сейчас будет сводиться к тому, чтобы крайний правый резистор передвинуть вверх, а два те, которые левее вверху, наоборот, передвинуть вниз. Тут стоит сразу сказать, что качество пайки будет сейчас весьма и весьма хреновым, потому что, чтобы вы понимали, паял я примерно вот таким вот образом. Фокусировка у камеры отличается от фокусировки, соответственно, окуляров, поэтому приходилось мне вот так вот выкручиваться, было лень мастерить все это по-нормальному. Главное — показать, как это происходит, чтобы разнообразить немножко контент, ну и заодно обкатать камеру. Ну и стоит пару слов сказать про апгрейд видеопамяти на других инвидиевских карточках. На 1050 и 1050 Ti можно с 2 до 4 увеличить, опять же, тем же методом напаять чипы большего объема и передвинуть страпы. Из 1063-гиговую можно сделать 1063-гиговую, но с 6-ю гигами видеопамяти, опять же, тем же методом. То есть, по сути, чип-то у вас по мощности останется тот же самый, но карточка будет эксплуатировать уже 6 гигов видеопамяти. Это все есть в свободном доступе, можете загуглить, прочитать. 1070, 1080 и 1080 Ti, к сожалению, никак проапгрейдить не получится. Для 1080 Ti допаять отсутствующий 12-й гиг видеопамяти тоже смысла никакого нет, потому что он аппаратно отключен в самом чипе непосредственно. Поэтому те, кто частенько мне пишет, как можно 12-й гиг напаять, увы, ребята, никак. Ну что же, ребята, вот он, маленький шаг для человека и большой шаг для человечества. Давайте посмотрим, что же получилось у нас с вами вообще, выдает ли карточка изображение. Это как минимум интересно. И да, посткод B2 пройден, картинка у нас есть. Это уже как минимум хорошо. А теперь осталось проверить, конечно, как у нас она определяется. Поэтому сейчас я накидываю систему охлаждения и проворачиваем тот же трюк. Ну что, парни, вот, собственно, и можно подводить некоторые итоги. У меня есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость, что наша карточка определяется с 16 гигами Samsung MSI на BIOS. Насколько вы помните, я перекидывал тогда с донора, когда восстанавливал эту карточку. И в результате там BIOS зашит MSI. Опять же, посмотрите видео, там есть некоторые нюансы полезные. По-хорошему бы, да, в идеале перепрошить сюда чистый BIOS от Palito. Но я, как обычно, не подготовился. Я его не запросил, поэтому, ну, имеем, что имеем. К сожалению, негативные новости в том, что карта, по сути, не работает. То есть, как, она, конечно, работает, но не работает. У нее есть странный баг. Если мы откроем вкладку сенсора, нас сейчас интересует вот частота GPU и частота памяти. За ней очень внимательно смотрите. Я специально сейчас сделаю маленькое окошко. Допустим, такое. Запускаем GPU, стресс-тест. И видим, частота GPU у нас бустится, частота памяти. Температура, все как бы тип-топ, потребление. Никаких аномалий здесь, ну, по крайней мере, сейчас нет. Как только я сейчас закрою, следите за частотой GPU. 1950 и черный экран. То есть, при... Ой, прошу прощения. То есть, при закрытии всего этого дела, по какой-то причине происходит нереальный буст частоты. И карта просто-напросто вываливается в разноцветное окошко. И это происходит с любой абсолютно нагрузкой. То есть, вот какую вы ей не дадите, там, игру запустить, еще что-то. Вот такой дефект. Причем, если я беру и страпы меняю обратно на 8 гигов, как стояло изначально, и просто сделаю, как бы, ну, по конфигурации страпов, Samsung 8 гигов, все работает идеально. На этом моменте эксперимент можно считать завершенным. Независимо от того, как работает карточка, для вас, я думаю, и для меня стало очевидным, что NVIDIA планировали выпускать 16 гиговые видеокарты в RTX 2000 на линейке, но, видимо, по причине того, что AMD ничего внятного не предложили, подумали, что этот маркетинговый ход они оставят на потом. Теперь самое интересное. А можно ли сделать 16 гигов на RTX 3000? В принципе, топовая видеокарта для GDDR6 обычной памяти, это, разумеется, 3070. И еще, как раз-таки, я планирую в скором времени купить. Память с этой карточки я, разумеется, сниму, потому что 15 тысяч на дороге не валяются. Поставлю обратно туда ее родные 8 и, скорее всего, продам, потому что, ну, опять же, а что с ней еще делать? А вот с 3070, скорее всего, поколдуем. Там проблемки будут заключаться в том, что конфигурация страпов будет совершенно другая, скорее всего. Ну, повезет, если будет похожая. Хотя по фоткам, которые я видел, там страпов меньше, в принципе. Возможно, это, наоборот, будет даже и на руку. Посмотрим. К тому же, если вдруг кто сомневается в том, что проблема у меня точно не в питании или еще в чем-то, нет, ребят, питание там не пропадает, потому что те, кто чинит видеокарту, могут предположить, что вот это поведение, связанное с запуском и отключением нагрузки, связано с пропаданием питания на видеопамяти. Нет, вы сейчас можете видеть с левой стороны как раз-таки мультиметр. Он там стоит не просто так. Я в момент краша как раз-таки смотрел, а не пропадает ли у меня питание, все ли у меня на месте и в порядке. Да, все на месте и в порядке. Ну и опять же, то, что я перекидывал страпы обратно на 8 гигов Samsung, оставляя эту память, говорит о том, что с памятью все тип-топ. Возможно, как раз-таки вот эта таблица с частотами, если кто не знает, в биосе заложена целая таблица при определенной частоте, определенное напряжение и так далее. И если вдруг в таблице есть какой-то баг, то могут быть вот подобные косяки, что у вас чип после завершения нагрузки начинает буститься, как и галделой, и в результате вы имеете подобный дефект. То есть это говорит о том, что, возможно, биос хоть и в биос заложена возможность поддержки 16 гигов и контроллер памяти, изначально в него заложена эта поддержка, и она не реализована окончательно, потому что не было просто-напросто в этом необходимости. На этом, я думаю, что можно заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте обязательно вопросы, я читаю все комментарии, стараюсь на них отвечать, если они интересны. Подписывайтесь на мою телеграм-группу, там куча всяких полезных вещей, схемы, даташиты, мануалы, ну и делимся опытом опять же. На этом, до скорых встреч, пока!